Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни и это продолжение карьеры за тренера. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел ролик «Правдивые пенальти». Обязательно посмотрите новый видеоролик, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Надеюсь на вашу поддержку. С вас лайк, а с меня годный контент. Ну что же, мы продолжаем. Сегодня у нас концовка, получается, уже третьего сезона карьеры за тренером. И сегодня мы с вами можем стать чемпионами Англии. Ну, либо какое-нибудь другое место занять, потому что вроде как мы уверенно шли с вами по ходу первой половины, так сказать, года, сезона. Вот, и сейчас занимаем первую строчку. Ну что же, вроде как ничего там не нужно нам изменять. Давайте посмотрим. Игра у нас против Лестера, к примеру. Ни у кого нету плохой командной, там вот это все такого. Ну и как я вижу, так-так-так-так-так-так, да, нам только надо вот избавиться от Джеймса, и все. Потому что мы купили Ундера. Вот у нас есть Гринвуд справа, поэтому Джеймс немножечко проиграл здесь конкуренцию чисто по рейтингу из-за того, что мы еще и подписали Ундера. Так, мы посмотрим, выстрелы ли я Джеймса там на трансер. Да, Шеффилд, Юнайтед и Баруси Минфин-Гладбах интересуются Джеймсом. Ну что же, а мы вот таким интересным стамом выходим против Лестера. Они идут сейчас на седьмой строчке. Вот. Ну и вроде как. Ни у кого нет пиковой формы, поэтому выпускаю этих ребят, пропускаем матч. Я надеюсь, сейчас ничего у нас не собьется. Там сильно 2-0 победа, вы знаете, над Лестером. И у нас 4 очка лидерства надо в Манчестер-Сити. Итак, яркий дебют Эдера Милитауна, говорят. Важнейший трансер, все это про хоккей-ми. Так, моя команда. Давид ДХ, повторные переговоры пустой провалились. Вот, так что надо чуть попозже, значит, с ДХ поговорить. И для меня вот, именно как для болельщика Манчестера Юнайтеду ДХ, ну, очень большая зарплата. Вот, в клубе. А иногда даже необоснованно за то, что он не спасает в нужные матчи. Вот. Поэтому я решил немножечко сбавить зарплату. Майкон переходит из Лиля в Ливерпуль. Кориедо из Валенсии. Так. Как вы тут вообще понимаете? Представитель клуба Ажурона подал в отставку. Хоть и тут Валенсия. Партимонс решил туда уйти. Давид ДХ получил предложение. Ну, сразу сейчас все налетели из-за того, что мы не можем с ним продлить контракт. Вот. Давайте продлить контракт. Он доволен. Поэтому давайте 4 попробуем. Давайте 2. Все, вот так и оставим. Начались переговоры. Так, а тут Наполи. Сразу же так залетели. 34 миллиона 700 они предлагают за Давида ДХ. Мы отклоняем пока что. Меня устраивает этот игрок. Вот, поэтому пока что нет. Так, а что у нас там-то? Скауты левого защитника нам ищут. Так, моя команда. Так, сортировка, общий рейтинг. Давайте по убыванию. Лучше, наверное, надо было по возрастанию. Да. Да, Вильямса нам надо будет поменять. И пока что нам ищут. Поэтому мы его оставим в команде. У нас сейчас игра против Вестхэма, кубковая. Давайте глянем, кто там может быть готов. Стракоша не сильно. Так, так, так. Да, в принципе, этих ребят я и оставляю. Да, могу там Клюиверта, например, выпустить. Вместо Решфорда. Кого еще я могу? Там вроде больше и некого. Вот. Так что вот таким составом мы выходим против Вестхэма. Выездная игра, но это кубковая, поэтому там на нейтральном поле, скорее всего, будет. И мы побеждаем минимально. Опасненько, кстати, 1-0. Все-таки прошли так. Так, где мы, где с вами мы. Так, вот они мы. Мы обыграли Уэст Бронвич, мы обыграли Уэст Хэм. И теперь мы будем играть против Ливерпуля. Я так понимаю, но это четверть финал сейчас будет у нас в Кубке Англии. Интересно, конечно. Эффект роли лидер. Ван Дебек получил, я так понимаю, какое-то лидерские качества там все такое. Мак Томинэй получено предложение, но он у нас не выставлен, поэтому мы отменим что-то много. Вы посмотрите, сколько. Фреда в Уотфорд. Хотя так, что там по Фреду? Нет, тоже. Мы отменяем все переговоры. Марсиаль в Айнтрахт. Нет. Кубы, да действительно, интересные сейчас предлагают за игроков. Дхэя. Он хочет продлить свой контракт. Ну и все получается. Принимаем. Вот. На 2,5 миллиона мы ему понизили зарплату. Вот. Надеюсь на его, так сказать, лояльность к клубу. Все-таки он... Надеюсь нам проблем не должен принести. Вот поэтому почему бы и нет, не понизить бы ему. Вот. И, кстати, Фулхэм насчет руни. Поэтому давайте мы... Так, получено предложение, да. Мы при нем... Или повторный все-таки. Стоимость трансера вон 4,3. Давайте еще попробуем взять с Фулхэм. Ну максимум здесь его. Давайте 6 миллионов хотя бы попробуем. Ну и вот сейчас Вейн Руни еще может залететь, как игрок молодежной команды к нам в состав. Но играть он, естественно, не будет. Он будет именно как игрок аренды, наверное, пока. Потом, если что, мы его, естественно, можем продать. Вот. Потому что пока что на его позицию есть очень у нас хорошие игроки. Вот. И менять их на Руни я пока что не намерен. Мы готовы. Пагба. Так, да. Следующий комментарий перед матчем с Эвертоном. А тут про Пагбу идут слухи, что в ПСЖ может он перейти. Эвертон идет на 10-й строчке. Мы играем дома сейчас. Так. Так, Нудэхэю садим на скамейку. Выйдет Стракоша у него, тем более, еще и пиковая форма, все такое. Так, Джеймса мы все равно не выпускаем. Ну и все. Вот таким составчиком 91. Командный дух. Мы выходим против Эвертона со Стракошей на воротах. 2-0. Молодцы, ребята. В 7 очков. В 7 мы сейчас опережаем Сити. Значит, Сити там еще кому-то проиграли. Вот. Эдер Милитау превосходит все ожидания. Это вообще отлично. И Эри Шарлисон получает такую мою роль боец для себя. Так, скаута нам, наконец, нашли левого защитника. Давайте глянем. Так, ну здесь Эрнанес. Ну это центральный, поэтому мы... Извиняюсь. Поэтому мы сразу отклоняем этот вариант. Нам нужен чистый левый защитник Миколенко. Ну вот, нашли. Давайте я все равно добавлю. Почему бы и нет. Я надеюсь, что... Смотрят на меня украинские болельщики. Вот еще и Вейн дал какой-то. Добавлю список. Но все равно я бы еще немножечко подождал. Потому что там что у нас? У Уильямса тоже 80-й рейтинг. Мне бы чуть бы получше. Мне кажется, было бы вообще замечательно. Так, 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 что у нас тут по Войну Руни. Его стоимость выросла на миллион семьсот. Поэтому все. Мы теперь только ему выплачивать зарплату у нас. Ну и так мы за его аренду получили 106 миллионов. Ну там 800 тысяч, не так уж и много. Так, офис главного тренера. Бруно Фернандеш получил прозвище ребенок. Ришарлисон, боец. Ну и вот он, Уэйн Руни, отдан в аренду. Пишет в новостях. Фулхам он, правда, вот переходит. Но все равно, зачем ему сидеть на скамейке. Тем более сказали, что он очень даже хорош. Айнтракт Франкфурт. Другой главный тренер. Главный. Почему-то вот я ошибку сразу нашел в P7. Другой главный тренер хотел бы получить возможность тренировать подающего надежду игрока в своем клубе. Вот, ну почему именно Гринвуд это? У нас Джеймс есть. Вот, ну и Руни, дайте сейчас у нас вот будет числиться, как и Туанзеби. Вот, Туанзеби, как только вернется из Эвертона, я его продам. Но вот мы запомнили, Руни ушел 71 рейтингом. Об уходе игрока, да, Уэйн Руни теперь будет выступать в задовую команду. Так, как раз у нас сейчас игра вроде Фулкама, вы знаете, Фулкама будет сейчас на восьмой строчке. Дэвид Дхэ пиковая форма, мы его берем у Фреда также. Поэтому вместо Паласиуса я его возьму Джеймса. Мы вообще теперь не считаем, как за игрока. Вместо Шкринера Ромеро выпустим. И вот таким составом мы выйдем против Фулкама. Уэйн Руни у них, кстати, на скамейке запасных мы увидели. Поэтому может он выйти против своей бывшей команды. Ну как, в аренде, так что тоже вот это вот интересно. Играем в выездную игру. Посмотрим. 3-1. Но я надеюсь, что за Фулкама забил не Уэйн Руни. И у нас все так же 7 очков лидерства над второй строчкой. Пока что мне очень нравится, как у нас обстоят дела в карьере за тренера. Понимаю, что хоть долгие ролики именно выходят. Вот. По 2 часа там они, по 1,5 где-то так, ну больше часа. Но все равно это очень, мне кажется, интересно. Здесь именно тренерские всякие вот эти перестановки и все. Кабальеро из Ромы переходит в Ливерпуль. Скорее всего, это уже заново игрок. Все восстановленный, молодой там. Высокие ставки на Галлиадора Бруно Фернандеша. Понятно. Эмью против Брэнфорда. Брэнфорд идет ниже 10-й строчки. Смотрим, смотрим. Стракоша в составе у нас появляется сейчас. Мак Томиной вместо Фреда. Давайте шкринера вместо Эдара Милитау, чтобы отдохнул тоже бразилец. Эмью против Брэнфорда. Домашняя у нас игра. 5-0. Уверенно прям вынесли. И 10 очков у нас теперь лидерство над Манчестер Сити. Еще одно, скорее всего, поражение Сити там получает. Он нам замечательно. Миссироли перешел из клуба Спала в Сонге. Он за 27 миллионов. Практически 28. Так, снова какие-то тут у нас предложения пришли. Шкринер. Самый у нас высокорейтинговый. Один из самых игроков. Мадридский Реал. Этот игрок оценен довольно высоко, благодаря его стабильной игре в течение сезона. Действительно, больше рыночной стоимости Мадридский Реал предложил, но все-таки не достигнуто. Компенсация за переход. Поэтому вот. Но мы все равно его оставляем. Зачем нам куда-то его девать? Против Вотфорда у нас сейчас игра. Вы и зная. Что у нас здесь? Ну пусть Ракоша, если что, еще поиграет. Так. Вместо Пагбы у нас будет на поле Паласиос. Грин вот у нас вместо Умдера. Давайте Ван Дебека я выпущу сейчас. Тоже, чтобы отдохнул. Ван Бисаку попробуем. И Уильямсон. Чтобы некоторым все-таки игрокам дать отдохнуть. Надеюсь, победа у нас будет сегодня. Водфорд против Эмью. 2-0. Молодцы, ребята. Немножечко даже я ротировал состав. Но все равно игроки смогли добиться хорошей победы. Мы двигаемся дальше. У нас все. Кстати, была последняя игра в январе. И мы завершаем трансферное сейчас окно зимнее. Ольсен переходит из Милана в Манчестер-Сити. Бетис объявил, что подписывает Луиса Суареса. Победная серия Эмью. Паласиос получил предложение от Тоттенхэма и Пагба в Мадридский Реал. Сейчас проверим, слухи ли это или нет. Линделёфа хотят купить в Мюнхен-Гладбургскую Боруссию. Мы пока что отклоняем. Потому что не совсем еще скоро. Но будем мы его все-таки продавать. Так, снова. Высоко оценен Паласиос. Из-за уверенной и стабильной игры в сезоне. Но все равно он никуда от нас не уходит. Филиппе перешел из Пала в Вестхэм за 14 миллионов 900 тысяч. Демайо переходит из Краснодара в Тоттенхэм за 13 миллионов. Так, очередное предложение пришло нам. Марсиаля хотят подписать в Валенсию. Но оценили его, естественно, ниже, чем рыночная. Потому что он практически там меняется и ратируется с Ришарлисоном. Поэтому стабильные игры в сезоне у них вряд ли можно как-то заметить. Поэтому так мало и предложила Валенсия. А вот и по Джеймсу наконец-то пришло нам предложение. В Эвертон. Вот это замечательно. Сейчас попробуем. Я надеюсь, там будет время еще поговорить с Эвертоном. Давайте за 20 миллионов. Как раз, да, тут. Если они согласятся. Ну и нам в любом случае мы подняли ему цену с 14 до 20. Ну и сейчас глянем, согласятся они или нет. Полтора, буквально, миллиона они хотят сбавить. Поэтому все. Джеймс у нас уходит в Эвертон. Добавляется 19 миллионов к нашему бюджету. Плюс 2 к зарплатам. И все. Мы избавились от тех игроков, от которых хотели. Чтобы они тоже получали практику игровую и не ломали так свою карьеру. Поэтому все. Теперь нам только для улучшения уже. Ну и вот самый громкий переход во время трансферного отнея на Суарес из Барселоны. Причем еще. Он еще не за Атлетикой здесь играл, а в Бетис. Все. Ну и здесь сообщение сейчас мы прочитаем. Сборная месяца. Пагба, Бруно Фернандо, Шарешер. Так, сейчас мы глянем. Так, здесь вообще никто из основного состава не прокачался. Договоренность. Но это неинтересно все-таки. А насчет кого там еще были предложения? Джеймс и Давид Дехея. В ПСЖ еще было предложение. Но из-за того, что мы занимались, так сказать, переговорами по Джеймсу, мы просто чисто не смогли бы ответить на предложение ПСЖ. Решфорд, Бруно Фернандо, Шпогба и Шкринер. Четыре игрока из МЮ, три из Ливерпуля. Но все равно у нас опять максимальное количество игроков из одной команды. Но это супер. Это замечательно. Сейчас у нас игра против Вестхэма. Они идут ниже десятой строчки. Что у нас здесь? Стракоша. Замечательно. Пиковая форма. Хакими. Так, Фред вместо Мактумина и Шкринер. Что-то как-то подкачало. Я здесь вижу. Давайте выпустим Эдера Милитао. Так. Давайте прямо снова самый стартовый состав мы выпустим. Ренан Лоди, Бруно Фернандеш. Отдаем ему капитанскую повязку. Ну и вот таким составом мы выйдем против Вестхэма. Вроде как никого я туда не отдавал Вестхэм. Поэтому МЮ против Вестхэма. Три-один. Уверенная домашняя победа. В десять очков мы лидируем. Замечательно. Так, сейчас у нас игра против Сангемптона. Они идут ниже десятой строчки. Что у нас там по показателям игроков. Ну что же, вот таким составом мы выйдем против Сангемптона. Даю я шанс Стракоши немножечко задержаться в команде. Все такое освоится до сих пор. Поэтому даю ему два матча, например, подряд. Четыре-два, а мы побеждаем Сангемптон. Так, сейчас у нас игра против Бормута. Они идут как раз на десятой строчке. Вот таким составчиком мы сейчас выйдем. И МЮ против Бормута. Поехали, домашняя игра. Надеюсь на победу. 2-0, молодцы, ребята. Так, опять нам приходит предложение по Давид Дэхэе. Уже от Тоттенхэма. Они очень близки к рыночной стоимости, но все равно нет. И сейчас у нас игра против Ливерпуля в Кубке Англии. Это четверть финала, если я не ошибаюсь. Вызная у нас игра. Но все равно она будет как на нейтральном стадионе играться. Так, Погба будет на поле. Давайте возвращаем наконец-то мы Дэхэю. Ну и вот таким станом выйдем против Ливерпуля Юргена Клопа до сих пор. Составчик у них, кстати, интересный. Но я надеюсь, что мы должны их побеждать. Они все-таки на пятой строчке сейчас идут в чемпионате. Но Кубок это совсем отдельная история. И мы проиграем 4-0. Разгромная победа в четвертьфинале Кубка Англии. И все, вылетаем из Кубка Англии. Так, Мадридский Реал. 96 миллионов предлагает за поле Погбу. Очень много, конечно, но нет. Так, нам нужно что-то менять. Погбан выразил свое мнение после игры с Ливерпулем. Я не знаю, что нам нужно менять. Не дай бог сейчас это, правда, скажется на чемпионате. Там Лиги чемпионов. Поэтому я бы оставил пока все как есть. Сейчас у нас игровые знают против лица в чемпионате. У Стракоши пиковая форма. Ну и вот таким мы составом выйдем против лица. Выездная игра. 3-5. Ну, кстати, большой счет. 8 мячей было забито. Все так же у нас 10 очков лидерства над Сити. Итак, сейчас у нас игра в 1-8 Лиге чемпионов против Зенита. Тут вообще интересно, что мы как тренировали в чемпионате России. И еще и тренировали мы Ротор и Динамо Московская. Ну вот сейчас играем снова против российской команды. Даже в плей-офф лиге чемпионов. Некоторые сейчас мы перестановочки сделаем. И будем заряжены на этот матч. Ну все, вот таким ставом мы выйдем против Зенита. В Санкт-Петербурге пройдет первый матч. Зенит против МЮ. 4-0. Замечательно вынесли. Мне кажется, не должно у нас возникнуть проблем уж на Олд Раффорде теперь. Приходит предложение по Бруно Фернандо, что очень мало его прям оценили. В 37 миллионов Айнтрахт. Мы, естественно, отклоняем. По Давиду Дехей снова из ПСЖ приходит. Я вообще не понимаю, ну что им так нужен вратарий? У них же и так денег куча. Могли бы и молодых каких-нибудь найти. Но нет, решили именно за Дехею они бороться. Сейчас у нас игра против Нью-Касла. Они идут ниже 10-й строчки. Что у нас там с нашей командой? Вот вместо строков ШДХ. Рэшфорд залетает сразу в состав. Ну что же, вот таким составом против Нью-Касла мы сыграем сейчас. Домашняя игра. Надеюсь на очередную победу. 3-1. Молодцы, ребята. Ну и, кстати, уже 13 очков. Лидер Сосити снова проигрывает. Мы набираем обороты. По Фреду приходит предложение из Шеффилда. За 8 миллионов 700 тысяч. Мы, естественно, отклоняем. Прощальный матч. Здесь нам про него уже говорят. Сборная месяца. Надо сейчас глянуть. Шкринер плюс 1 к рейтингу. Стракоша плюс 1. Ну а остальные там игроки молодежной академии. Итак, Бруно Фернандеш, Паласиус, Шкринер и Стракоша. 4 игрока. 2 из Ливерпуля мы видим. 2 из Тоттенхэма. Поэтому мы снова на лидирующих позициях. Замечательно. Норвич против Манчестера и Юнайтеда. Они идут ниже 10 строчки. Вот таким составом мы выйдем против Норвича. Выездная игра. Так, спокойно. Пропускаем. И минимальная победа на выезде. 15 очков. Сити там, скорее всего, сейчас еще и в Ничу сыграли. Поэтому в 15 очков мы лидируем. Вообще замечательные у нас обстоятельства в чемпионате Англии. Итак, как вы готовитесь к дерби? Там у нас игра против Ливерпуля в чемпионате. Мы им проиграли 4-0 в четвертой финале Кубка Англии. Поэтому сейчас... Так. Мы очень хотим победить, действительно. Итак, игра против Ливерпуля. Они идут сейчас на четвертой строчке. У нас все-таки домашняя теперь игра. Вы посмотрите просто сколько игроков сейчас у нас на пиковой форме. Это просто что-то с чем-то, ребят. Так. Что там по Бруно Фернандо? Ну, здесь Ван де Бек все-таки. Я бы Пагбу выпустил вместо Мактоминой. И вот таким составом мы бы вышли против Ливерпуля. Надеюсь, нам это поможет. ИМЮ против Ливера. Ну и вот наше второе поражение в чемпионате Англии в этом сезоне. И снова мы проигрываем Ливерпулю. Пока что-то именно эта команда нам прям не дается. Но и Сити проигрывает. Сити тоже проигрывает в этом туре. Поэтому у нас все так же сохраняется лидерство в 15 очков. Ну, замечательно. Итак, нам приходит предложение снова от Айнтрахта по Марсиалю. Наверное, очень заинтересовал их наш нападающий. Ну что же, состав у нас выглядит примерно вот так вот в сборной Испании. Но сейчас мы зайдем все-таки, сформируем заново. Там по, например, Ерай. У нас самый минимальный рейтинг. Сейчас посмотрим. Так, по убыванию. 83 Дани Сибалес. 27 лет ему. Давайте вместо Ягуаспаса возьмем Родриго. Хотя я не знаю, сколько там Ягуаспаса. Но все равно как-нибудь поинтереснее, мне кажется, уже будет смотреться сборная. С новым нападающим для себя. У нас вообще возрастные нападающие. Что-то нету хорошего возраста здесь. Поэтому, ну, вроде как, не надо часто, я так понимаю, настраивать сборную. Потому что игроки там не сильно в рейтинге отличаются. Пойдет. Итак, у нас сейчас ответная игра в Лиге Чемпионов против Зенита. Вот таким составом мы сыграем против них. Ну, 4-0. Мне кажется, они вряд ли смогут отыграть. Да, мы минимально обыграли Зенит у себя дома. И со счетом 5-0 мы выходим в 4-0 Лиге Чемпионов. Челси проходит Мюнхенскую Баварию. Тоттенхэм минимально проходит Ниццу. Ливерпуль 5-0 выносит Армению Биллфилд. Барселона проходит Наполи. Сити проходит Селтик. Реал Мадрид проходит Интер. И Вентус проходит Аякс. Итак, по полю Пагбе пришло предложение из Миланского Интера. Интер вроде вылетел из 1-8 Лиги Чемпионов. Не знаю, зачем он тогда Погба. Для улучшения. Вот, Маэстро получает роль Маркус Решфорд. Но у нас сейчас игра против Сити. Дерби Манчестерская. Первая строчка против второй. Стракоша будет играть на поле. Ну и вот таким ста мы выйдем против Манчестер Сити. 4-0 мы выносим горожан на их поле. Замечательно. У нас 18 очков лидерства. Ну и как-то так, скорее всего, мы уже точно станем чемпионами Англии с вами. Что вы чувствуете перед матчем, в котором можете завоевать титул? Этот титул для нас лишь начало. Мы победим в следующем матче и завоеваем титул. Давайте все дело в том, чтобы сохранять спокойствие. Потому что я ни разу еще ни одного трофея не выигрывал. Нет, выиграл суперкубок UEFA, получается, с Манчестера Юнайтедом. Как раз Шкринер единственный игрок у нас попал в сборную месяца. Гринвуд плюс один. Ринана Лоди плюс один. Туан Зеби в аренде плюс один к рейтингу получил. Линделев и Фред по минус одному. Вот. Поэтому все равно чемпионат будет интересно завоевать. И у нас еще и в четвертьфинале Мадридский Реал попался. Так, а с кем у нас игра-то вообще? План игры давайте глянем против Аргентины. Вот это вот уже интересно. Так, вместо Рамоса у нас... Кто тут мне тут все опять понапутал, а? Будет слева у меня Жюниор Фирпо. Сейчас быстренько расставим, так сказать, по умолчанию. Давайте попробуем Родриго в центре нападения. Почему бы и нет? Вот. Ну и вот таким составом выйдем на матч. Я прям здесь смотрю. Вроде как все нормально игрокам. Так, теперь по форме мы смотрим. Вместо Фабиана давайте будет Сауль. Бускет с пиковой формой. Попадает сразу. Вместо пике мы еще Ирая вставим. И Эрмоса вместо Рамоса. Ну и все вроде у остальных. Спокойно все с формой. Поэтому вот таким составом мы выходим против сборной Аргентины. Товарищеская игра. Ну и 2-0 мы обыграли Аргентину. Вообще замечательно. Так, сейчас у нас игра против бельгийцев. Очень серьезная сборная. Что-то у нас вратари прям вниз формой пошли. Давайте. Ну Кепу остается нам только выпускать. Также у нас вместо Бускетса будет на поле. Ну вот тяжело сейчас, кстати. Давайте вместо Тиагу Родри попробуем. Вот, 81 пусть у него будет рейтинг. Так, ну и будет у нас флангю именно прям атакующие. Ансуфати будет слева. Справа у нас будет Адама Трауре. Ну и давайте попробуем. Так, ну нет, Марат, там что-то плохо все. Вот таким составом мы выйдем. Ну так же, вот Карвахаля же еще надо убрать. Все, вот таким составом мы выходим против сборной Бельгии. Постараемся победить. 4-0 выносим бельгийцев. Одну из самых сильнейших сборных мира сейчас. И это очень даже приятно. Так, и сейчас у нас первая домашняя игра. В Лиге Чемпионов четвертьфинале против Мадридского Реала. ДХ выйдет на поле. Вместо... Так, Вильямс здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте все-таки хоть Шкринера такого выпустим. Хакими. Понятно. Пугба. Вообще, ну мы прям вообще не сильно готовы к этой игре. Мне кажется, вылетим мы из Лиги Чемпионов. Какое-то такое предчувствие есть у меня. Давайте вот таким составом мы, в общем, и выйдем. ИМЮ против Реала. Состав у них интересный. У них Зидан, этот Навас вернулся. Поехали. Домашняя игра у нас. И... 2-0. Мы обыграли Мадридский Реал у себя дома. Теперь посмотрим, как это играем мы на выезде. Сейчас у нас игра против Челси. Они нам предлагали... Как-то перейти к ним в команду. Это в Карелии за Манчестер Юнайтед. Так, Бруно Фернандеша уже даже в Вестхэм хочет купить. Это один из ключевых наших игроков. Паласиус Тервятник теперь у нас получает прозвище от болельщиков. Но у нас игра против Челси. Челси идут сейчас на пятой строчке. Выпускаем мы сначала пиковых. Кто на пике. Ну и вот таким составом мы выйдем. Даже, наверное, вместо Дармилитаура Мэра. Чтобы игроки у них хотя бы отдохнули. Вот таким составом мы выйдем против Челси. У нас 18 очков лидерства в чемпионате Англии. Ну и сейчас победа вроде нам ознаменует нашу победу в чемпионате Англии. Но посмотрим. 2-0. Мы побеждаем Челси у себя дома. И должны становиться теперь чемпионами Англии. Награждение победителей Премьер Лиги, да. Манчестер и Неттед стали чемпионами Англии. Замечательно. Результат не заставит себя ждать. Ундер здесь высказался. И мы должны пристально следить за Мадридским Реалом. Сейчас у нас ответная игра в четвертьфинале. Мы играем уже на Сантьяго Бернабел. Надеюсь, все игроки понимают, что это очень важный шаг. Так, ну давайте прям нашу любимую с вами оборону выставим. Также Хакими появится на поле. Ну и вот таким составом с капитанской повязкой у нас будет Бруно Фернандеш. Вот таким составом, очень боевым, 96 командный дух, мы выходим на матч против Мадридского Реала уже в статусе чемпионов Англии. Ой, как опасно это сейчас, ребята, было. Мы победили, точнее мы проиграли 3-1 Мадридскому Реалу на Сантьяго Бернабел. Но вот этот гол нам в гостевой все-таки помог выйти в полуфинал. Барселона, Тоттенхэм, мы и Ювентус выходят в полуфинал Лиги чемпионов. Но это было очень опасно, прямо на волоске. 3-1 проиграли Мадридскому Реалу. Но надеюсь, что сейчас у нас легкий соперник. Тоттенхэм, к примеру, попадется не от Барселона. На Барселону она попадается в полфинале Лиги чемпионов. Две топовые испанские команды. А Решварда хотят купить в Тоттенхэм. Мы отклоняем. Так, а почему у нас скаутают вообще не работают? Тальяфика, хоть и возрастной, но действительно мы не покупаем игроков свыше 30 лет. Поэтому будем ждать. Не знаю, зачем нам просто тратить деньги на другого игрока с таким же рейтингом. Поэтому оставим пока все так, как есть. Так, Милитау, Шкринер. Пиковые формы ни у кого нет. Ну и заменить Милитау нам просто вот неким. Поэтому вот таким составом мы выйдем против Брайтона. Мы уже чемпионы. Можем выпускать абсолютно любые составы здесь. 1-0 обыграли Брайтон. 18 очков у нас все так же. Лидер содержится. Так, мы обязаны победить. Игра сейчас у нас с Арсеналом. Тоже интересный такой матч. Четвертую строчку занимает Лондонский Арсенал. Ну, посмотрим. Мы посмотрим. Клюверт появится на поле. Вместо Брунофернадоши появится Ван Дебек. Ну и вот таким составом мы выйдем против Арсенала Микеля Артеты. Понимаю, что нам сейчас надо было вообще ратировать состав. Следующая у нас игра против Барса все таки. И мы проиграем 3-1 дома. И в 15 очков у нас лидерство над Сити. Итак, играем первую домашнюю игру. В полуфинале против Барселоны. Погба не появится на поле. Ну и я бы вот такой состав все таки бы выпустил против Барселоны Кумана. Месси на скамейке запасных. Посмотрим, как мы отыграем. Имью против Барсы. Поехали. 4-0 вынесли Барселону на Ултрафарде. И там еще и Тоттенхэм сейчас может выйти в финал. И это будет просто замечательно. Не знаю, как надо было бы посмотреть. Тоже, как мы с Тоттенхэмом в чемпионате отыграли. Сейчас у нас игра против Уллор Хэмптона в чемпионате Англии. Погба и Решерт попали в сборную месяца. Руни плюс один к рейтингу. Ромеро плюс один. Хакими. Клюверт. Ишкренер минус один. Пик развития, говорят нам, прошел. Так, выездная игра против Уллор Хэмптона. Вообще надо здесь, мне кажется, самый ротируемый состав выпускать в чемпионате, потому что мы уже стали чемпионами. Можно рисковать. Вот таким образом мы выйдем против Уллор Хэмптона. Выездная игра. 2-0 побеждаем. 15 очков все так же мы лидируем. Итак, у нас последний шанс попасть в финал Лиги Чемпионов. В 4-0 мы обыграли дома Барсу. Такое вообще не отыгрывается, но Барселона может сейчас опять 6-1 победить и все. Также у нас следующая игра против Тоттенхэма. А Тоттенхэм это вероятный финалист тоже Лиги Чемпионов. Они 2-0 обыграли Ювентус. Но мы сейчас тоже с вами посмотрим. Вот таким стам мы выйдем против Барсы. На Кампно уже. Выездная игра. Ну и мы проиграли. 1-0 Барселоне. А там Тоттенхэм уверенно так же 2-0 обыграл Ювентус. Поэтому у нас будет чисто английский финал. МЮ против Тоттенхэма. Ну вот это тоже легендарное достижение. Дошли до финала. Молодцы ребята. В первый же мой сезон. И сейчас у нас игра против Тоттенхэма. Они идут на 8-й строчке. Я надеюсь, что мы сможем их обыграть. Потому что мы проигрываем топом чемпионата Англии. Ну, топовым командам из чемпионата Англии. Прям частенько. Поэтому меня это немножечко уже напрягает, что мы без побед в последних матчах. Вот таким составом выйдем против Тоттенхэма в чемпионате Англии. Надеемся на победу. 1-1. И от этого еще больше мне интриги это придает. 13 очков. Лидерство. В чемпионате. Ну и сейчас финальный тур. Последний. 38-й чемпионат Англии. Игра против Кристал Пелоса. Они идут сейчас на 10-й строчке. МЮ против Кристал Пелоса. Последняя игра чемпионата Англии этого сезона. 4-2 мы побеждаем. И вот так вот заканчивается. 101 очко. Мы все-таки набираем больше 100 очков. Замечательно у нас. Мы самая забивная команда. Меньше всех пропустили. Меньше всех проиграли. Меньше всех сыграли в ничью. Больше всех победили. И лучшая у нас разница мячей. Так. Водфорд, Норвич и Брэндфорд вылетают в чемпионшип со следующего уже сезона. А вот она и сборная сезона. Дехея, Шкринер, Пагба, Бруно Фернандеш, Паласиус и Решфорд. 6 игроков. 6 из 11 из Манчестера Юнайтеда. И 2 игрока максимум. Вот здесь вот попали из другой. Это Трент, Александр Арнольд и Ван Дайк. Все. Если я бы купил бы всех этих игроков. И мы играли бы по этой схеме. Например, в 2 нападающих. Мне кажется, было бы просто пушечная команда. Но мы сейчас можем этой еще и командой нашей чемпионской в чемпионате Англии выиграть Лигу Чемпионов. Сейчас у нас очень важная игра будет против Тоттенхэма. Пагбу хотят в Вайндрахт купить. Не Марсиале, так Пагбу они решили. Так. Пора принимать Пагба. Лучший игрок. Брун Фернандеш стал лучшим игроком. Нам коллекцию побед добавили. Пример Лига 22-23. Замечательно. Так. Ну давайте в базу данных зайдем. Соревнования, сведения. Англия. И индивидуальные титулы. Брун Фернандеш. Вы просто посмотрите, что за игрок. Он стал лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом. А я еще стал лучшим главным тренером. Давайте посмотрим, сколько. 20 мячей забил Брун Фернандеш. Сон Хин Мин на 2 мяча отстал от него. Что там по ассистентской гонке у нас? 15 ассистентов. Это просто невероятно. 20 плюс 15 выдал Брун Фернандеш. А его хотели в Вестхэм еще покупать. Вот. Просто невероятно. Так, подтверждаете? Да, мы подтверждаем состав сборной Испании на товарищеские матчи. Итак, у нас Лига Чемпионов, финал. Брун Фернандеш, как лучший игрок чемпионата Англии этого сезона, пошел со мной на пресс-конференцию. Все-таки он капитан МЮ. Правда ли, что в финал, где сойдут соперники с одной стороны, не хватает зрелищности? Мы навяжем свою игру. Шанс равным может дойти до серии пенальти. Мы навяжем свою игру. Вот. Но. Какая разница из каких? Да, я понимаю, что как и Ливерпуль, Тоттенхэм. Сейчас мы должны постараться снова оставить Тоттенхэм без Лиги Чемпионов. Они выходили в финал как раз с Ливерпулем. Поэтому я надеюсь, что у нас получится. Так. Стракоша будет даже в финале играть у нас. Так, 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 так. Быстренько выстраиваем. Давайте все-таки вот так вот. Все. И вот таким стал мы выходим на матч Лиги Чемпионов. Последний закончился у нас с Тоттенхэмом 1-1. Ну, я верю, верю. Ребята, Тоттенхэм против МЮ. 4-2. Ребята, мы выиграем с вами Лигу Чемпионов и Чемпионат Англии за один сезон. Замечательно. Жалко, что мы проиграли вот Ливерпулю 4-0 в четвертьфинале Кубка Англии. Так бы мы бы еще и Требл могли бы выиграть. Но так, Лигу Чемпионов и Чемпионат Англии мы выиграем. Причем мы могли вылететь с вами еще и в четвертьфинале от Мадридского Реала, когда 3-1 мы проиграли. Заслужили кровью и потом. Это будет хорошая игра. Броден Фернандес получил предложение из Тоттенхэма. Да, действительно, но очень много. Наверное, за то, что стал лучшим там игроком везде. Надо сейчас в Лиге Чемпионов тоже посмотреть, как там обстоят дела. Так, ежемесячный отчет. Так-так-так-так-так. Пагба минус только один к рейтингу. Остальные это все игроки Академии. Доходы за май. Бруно Фернандеш. Сборное место Старкоши и Шкринер. Ну и все. Тренерская карьера. Очередной трофей моей копилочки. Еще и Лигу Чемпион сюда добавляем. Молодцы, ребята. Так, Лига Чемпионов лучший бомбардир у нас здесь. Грин. Вот 7 мячей забил. Ну, Кейн, правда, 8. Вот. И лучшим ассистентом является Паласиус у нас в Манчестере. Ну и Тони Кроц из Мадридского Реала. Так, Лигу Европы. Зачем я на групповой нажал? Лигу Европы. Сейчас мы глянем, кто выиграл. Выиграл Рома, кстати. По пенальти 4-3 обыграли Атлетико Мадрид. Неплохо. Ну, а в Манчестере Юнайтед два сезона подряд выиграет Еврокубок в прошлом Лигу Европы. В этом Лигу Чемпионов. Замечательно. Так. У нас сейчас игра против Франции. Ну, Кепа правильно, что на воротах уже сразу. Он в пиковой форме в своей. Вместо Пике я возьму Рамоса. Ну и вот таким составом мы выйдем против сборной Франции. Товарищеская игра. 3-0 проиграли французам. Так, следующая у нас игра против голландцев. Снова Куман. Барселону мы в полуфинале Лиги Чемпионов обыграли. Ну и вот таким составом мы выйдем против голландцев. Надеемся на то, что победим. 3-1 проиграли. Я не понимаю, как здесь это все работает. Так, у нас здесь переговоры снова. Дхэя Вестхэм. Решили подписать за 30 миллионов. Так. Селтик предлагает нам стать тренером. Их команду мы, естественно, отклоняем. Итак, цели в сезоне. Окончательная оценка. Давайте глянем, что нам сейчас скажут. Было так приятно наблюдать за парнями в этом сезоне. Мы красиво шли к своей цели и достигли. Я уже предупреждаю следующий сезон. Конечно, для клубов, в котором такой состав, такие замечательные тренеры. В следующем сезоне тыры-пыры, вот, быстро, они прям, диалоги здесь проходят. Так, ну мы зато выиграли. И чемпионаты, и Лигу Чемпионов обновлены. Рейтинги клубов МЮ теперь занимают второе место. Мы на групповом этапе. И нас приглашают на предсезонный турнир. Так. Работа в клубе Ярай Дехэкан. Вот, проделение вашего контракта. Бонус достижения нам добавят 10 миллионов. Так, ну давайте еще подождем, по крайней мере. Потому что нас в Японию вообще позвали. Я бы, естественно, продлил сейчас с Манчестером. Почему бы и нет. Подождем до самого конца. Так, Дехэкан снова хотят подписать в Наполе. Мы, естественно, отклоняем снова это предложение. Так, у нас теперь, кстати, Фред. Из-за возраста своего ему 30 лет. Самый низко рейтинговый в нашей команде. И давайте мы его добавим в список для трансеров. И пусть скауты нам тогда ищут центрального полузащитника. Так, сейчас у нас игра против олдбойсов. Иличич, Жервинио, Пасторы, Хуакин, Крюховек, Блэйс Матюди, Криши, Токеллини, Мишель какой-то, Шмейхель, Марио Фернандеш, Миниэли, Армани, Уолкер, Фабрегас, Оджиджа, Уфой, Жуазини, Робен, Пандев, Мертон, Зюба, Гомеро, Сориано. Но завершают свою карьеру. Вот так вот. Интересные, конечно, игроки покидают нас. Но, скорее всего, они скоро у нас появятся в нашей команде. Вот, вот с таким командным настроем. В 90 мы выходим. Надеюсь, обыграем. Нет, 4-0 мы им проиграли. Замечательно. Так, переговоры. Фреда как раз решили в Шеффилд подписать. Давайте повторные переговоры. У него там 15 максимально. Давайте 12 попробуем миллионов. Так, и вы отказались приходить и остаетесь в этом в клубе. Так, ну, получается, все. Но вот это мы завершаем карьеру нашу. Именно сезон третий и сегодняшний выпуск. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Мы остаемся с вами в Манчестере Юнайтеде еще на сезон. Вот. Постараемся выиграть Требл, почему бы и нет. Улучшим нашу команду. Вот. Что здесь еще можно сказать? Кому интересно рейтинг клуба, вот Манчестер Юнайтед на вторую строчку. Мы их смогли поднять. Дальше давайте еще посмотрим, кому интересно рейтинг национальных команд. Трант-Испанцы на четвертой строчке. Также, кому еще интересно, как там обстоят дела с российскими нашими командами, которые мы тренировали. Динамо, кстати, заняли вторую строчку. А Ротор восьмую. Вот так. Вот без нас. Улучшили мы вот так состав Динамо. И Динамо завоевали серебряные медали. Скорее всего будут играть в Лиге Чемпионов. Надеюсь, но там квалификацию, скорее всего, будут проходить. Поэтому все на этом. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok